Книга «Открытым оком» 12-й том. Тема канонизации. Вопрос 2723. Почему так много стали канонизировать тех, чьи мощи не источали мира и чудес от них не было? Отвечает Игнатий Тихончлавкин. На эту тему я уже устал говорить. В канонизации есть посягательство на суд Божий. И сегодня Бог попустил этому безумию столь неприкрыто быть явлено меру. Иеремия 32-35. Чего я не повелевал им, и мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех. Исайя 14-9. Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Пробудил для тебя рефаимов всех вождей земли, поднял всех царей языческих престолов их. Кавычки открыты. Потому что сбывать урожай было некуда. Он привез в поместье мощи святого и повсеместно дал об этом знать. Отовсюду съехался народ, начали совершаться чудеса. Ближний городок населился, провизия поднялась в цене, и доходы барона утроились. Кавычки закрыты. Как только прославили Федора Ушакова, то частский химонастырек приехал в митрополит Кирилл со своими прислужниками, командующие флотов России со своими офицерами-адмиралами, и жизнь закипела. Такое прославление очень опасный путь. Следующим, кого постараются прославить те, кого именуют в кавычках православными сталинистами, будет скорее всего генералиссимус Суворов. Затем будет прославлен генерал-фельдмашел Кутуза, за ним уже мародер и кровопийца маршал Шуков. А потому же лично Иосиф Сталин благо в духовной семинарии учился. При этом есть же люди, и среди них был покойный недавно умерший священник Дмитрий Дудко, у которого в однозначной, в одиозной газете завтра вырвался такой клич. Так хочется, наконец, возгласить. Святые праведные Иосифе, моли Бога о нас по отношению к Сталину. Протерей Михаил Ардов Суздальские парфиальные ведомости, номер 19, сентябрь-некабрь 2004 года, страница 32-я. Полет по лёпту разница конечна. Для воробья далёким зрится путь. Подсолнуха на коноплю за речкой, когда навстречу будет ветер дуть. А маленькая крачка Альбатрос от полюса до полюса иного наматывает. Кто до них дорос? Таких примеров очень уж немного. Одно бы дело просто в храм ходить, без погружения крестившись кое-как. Вертеться флюгерам, когда будут ходить, напоминая чем-то и макак. Довольствоваться кислым и замшелым, что выпарил Синод и КГБ. Креститься криво, вяло, неумело. И защищать бедлам церковный, как кобель, получше бы не видеть и не слышать, не знать евангельских высот и расстояний. Тогда бы льнул, завидуя к церковным мышкам, свечную копоть почитал сиянием. Но если при небесном захватило, но если Библии сподобило коснуться евангельским течением, ясным, чистым, на проповедь серьезную обуться. Соглав благословиться твой полет, не по местам святым и не к юродству, сам Дух Святой нежнейший позовет и наградит и знатностью и ростом. Орло и высота небес прилично, немощи он высматривает свыше. Христа Спасителя считает лично личным. Простором Библии он с наслаждением дышит с утра пораньше. За трапезой чудной, где егово блюдо нам сготовил. Вся жизнь есть торжество, несколько будней, со словом истинным он от того, кто слово. 15 февраля 2005 года Игнатий Лапкин.